Директоров школы, заведующих детскими садами, посадили за парты. В Вишкороле состоялся первый республиканский конкурс «Лидер в образовании» для руководителей образовательных учреждений. За звание победителя боролись 17 человек. Конкурс проходил в два этапа. На заочном туре его участники решали задачи стратегического менеджмента и рассуждали о создании единой образовательной среды. Очный тур – это визитная карточка и участие конкурсантов в круглом столе, посвященном теме инноваций в образовании. В отдельной номинации «Дебют» соревновались молодые управленцы, в их числе заведующая детским садом номер 2 Елена Зуева. Это для меня какой-то экзамен, толчок к саморазвитию. В данной должности я работаю один год. И участие в этом конкурсе дало мне колоссальный опыт. Я думаю, что этот опыт пригодится мне для будущей работы как руководителя и дошкольным образовательным учреждениям. Никогда не было у нас в республике, например, такого конкурса, который мы могли сравнить между собой. Это директора учреждений, заведующий детским садом, заместители лидеров. Потому что для них был закрыт путь в эти конкурсы. А сегодня вы знаете, что лидер в любой отрасли, не только в образовании. Это человек, который делает основную работу. Поэтому мы решили провести такой конкурс. И посвятили его первому заместителю министра образования и науки республики Мариел, который проработал 20 лет на этой должности. Критерии отбора едины для всех конкурсантов. Это уровень профессиональной компетенции, творческий подход к профессии, артистизм и оригинальность. В итоге звание абсолютного лидера в образовании был удостоен Сергей Новоселов, директор советской средней школы номер 3. В качестве поощрения денежная премия и размещение его фотографий на городском магистральном щите. Отмечу, что за подобными конкурсами пристально следят не только жюри, но и родители детей. Ведь победа отдельного руководителя поднимает престиж всего учебного заведения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова